что вы уверены это что панта нормальный да да я уверен он ничего не заподозрит всем привет с вами снова я вячеслав смыло вели живее сейчас мы переоделись в призраков и назначили встречу с хакером вон он стой 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 воду здесь реактор открывайте меня открывайте сейчас неделя так смотри мы это особо говорить не будем в основном общаешься с ним ты оператор понял потому что у нас по голосу может спалить план такой мы говорим что мы принесли ему реактивную восьмерку осталось только лишь узнать где хитрол реактор пойдем привет так я то нашел от призраковки и реактивную восьмерку еще привез вот и этом в реакторе проблемка там не хватает ядра он нам нужен где его искать кто-то тут мы спят десять Да, да, да. Гамила, кручил, да. Мы все спрятали. Ну, ведь координаты, наверное. Только у тебя, да? Я ничего не понимаю. Ребята, вы себя ведете как-то очень странно. Что с вами? Да ничего не странно. Я просто Шептун там с газами экспериментировал. Да? Ну, ладно, мы немножко газы нюхнули. Что-то я ничего не понимаю. Видите, газы, газы, они же ядовитые. Вы что, отравились? Ну, так ты покажешь координаты, где находится гидро реактора? Все, это очень странно и небезопасно. Мне кажется, нужно позвонить Гровиле, уточнить все эти вопросы. Да не надо вызывать Гровилу, не надо. Ты че? Он сам же знаешь, да? Ты же знаешь, какой он. Что по пустякам-то его? Да, да, да. Мы же команда. Мы же призраки. Самостоятельный, скленированный отряд, сами все сделаем. В любом случае, вы же говорите, все не согласно плану. Зачем вообще вам надо было ядро? Ну, как зачем нам ядро? Так, чтобы оно не попало в чужие руки, чтобы там вес его командой не это... Надо его перепрятать. Перепрятать его надо. Миш, кто-то со мной согласен. У нас же демократия, давайте проголосуем. Кто за то, чтобы перепрятать ядро реактора? Кто против? Нас больше. Ребята, что-то вы сегодня реально не с той ноги встали. Пойдемте к тебе по восьмерку проверим, в каком состоянии мы ее довезли. Да ладно тебе, че? Этот оператор все сделал? Да, я все организовал. Я же у них это, в самой умной команде, в самой организованной. Они все тупые там. Да, да, да. Они тупые. Особенно по тем шлак тупее. Нет. Так, ну да, восьмерка вроде в целости и сохранности. И мы просто смогли унать ее вверх. Но в любом случае, сейчас вы нарушаете абсолютно все протоколы безопасности. Да какие протоколы? Ты же знаешь, что мы же с шептуном. Никогда не следуем протоколам. Зачем мы эти протоколы? Вообще-то ты всегда следовал протоколам безопасности. Я тебя не узнаю. Вообще, что у тебя с голосом? Да че ты меня не узнаешь? Че голос? Ну... Простыл я. Газов там. Газов всяко, да. Газов. Это все очень подозрительно. Я буду звонить Громиле. Ну, звони Громиле, че ты хочешь. Если он даст добро, я скажу тебе на кой свитер-реактор. Он тебе подтвердит всю информацию. Ну, это все как-то немножко странно. Ты че стоишь? Давай в общем! Че? 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 Ладно, короче. Че? Че? Мне твои эти фокусы уже оздочертели. Че? Я же не думал на технике. Че? Че? Не узнал? Ха. Опусти камеру пока. Сейчас мы его сфоткаем. Нет, нет, нет! Не вздевай! Нет, нет, нет! Кто там у нас прячется? Че ты? Не фотай меня! Нет! Вставай! Вставай! А теперь послушай меня. Если ты не хочешь, чтобы более двух миллион человек узнали, кто на самом деле прячется под маской хакера, говори мне, где координаты. Координаты, где находится ядро реактора. Подожди. Мне все так просто. Я не могу тебе это сказать. Информация строго засекречена. Ты меня послыши. Ты мне, если сейчас соврешь, то это... То Дени поздоровится? Да, Дени поздоровится. Мы твои фотки все выложим. Все о тебе расскажи вообще. Нет, нет, нет. У меня на тебе куча информации есть. Я скажу. Я скажу. Все на телефоне. Все на телефоне у меня. Ну давай сюда су телефон. Все данные. Все авиация есть на смартфоне. Возьми его. Черт. Все, отлично. Давай. Черт. Проваривай отсюда, чтобы мы тебя не видели. Отлично. Мы добыли смартфон. Давай уходим отсюда. Уходим. Отлично, работай. Отлично. А ты говорил, не получится. Говорил, он сразу поймет, что это мы. Он все понял. Он не выкупил. Ничего он не понял. Кто не выкупил? Ну, в конце, да, понял. Когда мы голос пылили. Я сам в начале видео говорил, ты с ним разговаривай. А это... А мне... Я не знаю, что ты начал разговаривать. Так он ко мне обращался. Он... Да, он уже хотел гремили звонить там. Да, там там уже было без вариантов. Ну, форма чуть-чуть не похожа была. Но в любом случае, похожую форму нашли. И знаешь, что самое главное? Мы наконец-то разобрались с хакером. Мы наконец-то обманули его, его же оружием, хитростью. И теперь у нас есть лица всех трех призраков. Остается только громила. Вдруг они пластическую операцию сделают? Эээ... Не думаю. Я тоже не думаю, что... Зачем? Сменить лицо. Это... Долгий процесс. Да, типа в любом случае они выпадут на полгода. Самое главное, что у нас есть телефон хакера, где сейчас мы достанем кучу инфы. Сейчас мы прячем нашу реактивную восьмерку и возвращаемся к поискам этого самого ядра реактора для реактивной восьмерки. В общем, сейчас все, что нам необходимо сделать, это разобраться с данными, которые есть на этом телефоне хакера. Посмотрим все пути передвижения, все GPS марки и так далее. В общем, все, что только можно. И сейчас всю информацию я отсюда достану. Черт, а? Ладно, хорошо. Посмотрим. Наверняка здесь есть какая-нибудь защита. Ну... А если не я еще сможет разобраться с этими самыми данными, да? Что это вообще за телефон? Можете вот так вот определить? Напишите в комментариях, что это за телефон, которым пользуется хакер. Очень интересно узнать ваше мнение, потому что я так сразу не узнаю его. Надо поработать. Надо расшифровать эти данные. Семьдесят три... Ты видишь семьдесят три оператор? Где семьдесят три? А вот семьдесят три... Тридцать два... Операторопомогание... Я еще и тоже. Вот-вот, взламывать это нифига не просто. Многие думают, а, пришел, сел. Тридцать два... Шестьдесят два... Есть! Ха-ха-ха! Я получил доступ! Копирую все данные на компьютер, чтобы все было у меня. Ну что? Как успехи? Данные все еще копируются. Есть часть зашифрованных данных. К сожалению, зачастую это именно переписки, и к ним у меня доступа нету. Поэтому сейчас я расшифровываю все чаты. Их не так много, если мы говорим, допустим, про тот же месседжер в WhatsApp. Но если мы посмотрим другие социальные сети... Здесь просто аврал. Ты не поверишь, что мне удалось снизить. Когда я расшифровал его Google аккаунт, когда я получил к его доступ, я имею доступ к Google диску, я имею доступ к Google картам. И здесь, в Google картах, есть масса заметок по различным точкам. Целая масса координат, по которым мы можем передвигаться, чтобы найти какие-то элементы. И, возможно, одна из этих точек приведет нас к ядру реактора. Наверняка. Стоит, наверное, сравнить те данные, которые мы получим из мессенджеров и социальных сетей, и одновременно с этим также сопоставить те данные, которые у нас есть по GPS-меткам. Тогда мы сможем понять, по каким именно координатам находится это самое ядро реактора. Ну, или напишите вашу версию в комментариях, что нам делать со всеми этими данными, которые нам удалось расшифровать с помощью телефона хакера. Стажер! Да-да. На, изучи все данные, что здесь есть. Я его разблокировал, на нем теперь нету пароля. Все данные также у меня скопированы на компьютер. Может быть, у тебя есть идея, оператор? Что бы ты с ними сделал? Ведь наша главная цель сейчас – это разобраться с тем, где находится ядро реактора. По сути, берем ядро, устанавливаем в реактор, и восьмерка может полететь. Правильно? Правильно. Отлично. Ладно, пишите вашу версию в комментариях, как нам правильно найти ядро восьмерки. У меня уже есть примерное местоположение, где оно может быть, но, возможно, оно опять же будет охраняться. Возможно, придется готовиться к новой спецоперации. Напишите в вашей версии в комментариях, что сделать, как проникнуть туда незамеченными и так далее. В общем, продолжение зависит только от вас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать те видеоролики, которые выходят каждый день специально для вас. Ну а с вами был я, Вячеслав Исмаилов или же Вия. Мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok